Всем привет! С вами канал Геральдика и Векселология. Сегодня свой обзор я посвящаю флагу Катара. Одним из официальных символов государства Катара является его флаг, который был принят в июле 1971 года во время провозглашения независимости страны и выхода из-под британского протектората. Полотнище флага Катара имеет общепринятую в абсолютном большинстве стран мира прямоугольную форму. Однако, соотношение длины и ширины флага этого государства выражается редкой пропорцией 28 к 11, что позволяет считать его самым узким и длинным из всех известных флагов независимых мировых держав. Флаг Катара поделен вертикально на два поля неравной ширины. Ближе к древку располагается более узкая полоса белого цвета, а свободный край представлен бордово-коричневым цветом. Его ширина примерно вдвое превосходит белое поле. Границы двух вертикальных полос на флаге Катара не имеют четкой линии. Ее образует ряд треугольных выступов, который врезается в поле флага. 8,2 разделенных пополам бордово-коричневых на белой части и 9 белых, на темный. Цвета флага Катара выбраны не случайно. Красный, а позже бордово-коричневый оттенок – это дань памяти пролитой крови патриотов и защитников страны, которые отдали свои жизни во время вооруженных конфликтов и войн. Белый цвет на флаге Катара символизирует стремление к миру и развитию. Треугольные выступы на полотнище напоминают об участии страны в процессе примирения эмиратов, который начался в Персидском заливе в 1916 году. Катар стал девятым участником этого процесса. Цвета флага Катара использованы и во оформлении герба страны. Центральный мотив герба окружен кольцом, верхняя половина которого белая, а нижняя – бордово-коричневая. Граница между полями выполнена в виде зубчатой каймы, как и на флаге Катара. Первоначальный вариант флага Катара, принятый в 1916 году во время вступления страны под британский протекторат, имел два поля – белое и ярко-красное. Он просуществовал до 1936 года, когда красный цвет заменили на бордово-коричневый. Это произошло по причине выгорания флага на Солнце, в результате чего он приобретал цвет, близкий к используемому сегодня. Таким образом, официальный символ государства был законодательно утвержден в нынешних тонах. Тогда же на поле флага появилась надпись Катар на арабском языке. В 1949 году надпись была убрана с полотнища, а флаг Катары приобрел свой окончательный вид. Но официально он был утвержден лишь в 1971 году, когда страна обрела суверенитет. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!